Неизвестный Холокост Мы снимаем ее в музее Яд Вашем и не просто в Яд Вашем, а в святая святых Яд Вашем в архиве. Нашим сегодняшним собеседником будет Матья Фринкельзон, руководитель, сотрудник фотоархива Яд Вашем. Матья, здравствуйте. Здравствуйте. Прежде всего, мы все знаем, что Яд Вашем имеет огромное собрание уникальных документов, в том числе фото и видеоматериалы. Об этом достаточно мало известно, мало говорят. Итак, чем занимается фотоархив? В чем его предназначение? Фотоархив собирает фотографии, связанные с историей Холокоста. Вот что такое определение истории Холокоста. Довольно широкое. Мы собираем фотографии о жизни ВФ в географических зонах, в которых происходил Холокост. До войны еще. Во время войны. И немножко после войны останавливаемся где-то на конец 40-х годов, начало 50-х годов. То есть создание памяти о Холокосте. Это тоже входит в рамки тех фотографий, которые мы собираем. То есть вы как бы отслеживаете время, условно говоря, до начала Холокоста, то есть как жили еврейские общины в различных странах, потом наступление Холокоста, Холокост и пост-Холокост тоже каким-то образом показывают? То есть как, допустим, памятники установлены, не установлены, как это все выглядит? Да. Первый этап создания памяти о Холокосте. Мы за этим смотрим. Первое время жизни Евреев после Холокоста в Европе. До, собственно, прибытия большой части из них сюда в то время полисним. Я знаю, к сожалению, что как раз после окончания Второй мировой войны еще по ряду европейских стран прокатилась волна погрома. Да, есть волна погрома. Обычно они происходили больше в восточной Европе. Большинство евреев в то время жили в лагерях для времени перемещенных лиц. Часть из этих лагерей вообще строились на базе бывших контрационных лагерей. Например, лагерь Бергет-Бельзен превращается в лагерь для времени перемещенных лиц и, собственно, там евреи живут до конца 40-х годов. Следующий этап, когда евреи возвращаются в свои города, села, где они раньше жили, и то, что там начиналось, еще были вспышки тоже. Это восточная Европа. Есть погром в Киеве в 1942 году. Есть череда погромов в Польше. А тут у нас не так много фотографий с того времени. Но тоже есть. Вообще фотографии с восточной Европы, особенно во время Холокоста, их меньше, чем с западной части. Потому что на западной части Европы было больше возможностей фотографии. У людей просто на руках было больше фотоаппаратов. Какие фотографии собирает яд Вашами? То есть какие фотографии входят в такое название, в такой термин «фото с Холокоста», фотографии Холокоста? Значит, с самого Холокоста есть три точки зрения на Холокост во время того, как происходит сам Холокост. То есть с точки зрения немцев, как они видят то, что происходит, как видят евреи. Евреи тоже фотографируют во время Холокоста. И чуть более поздняя стадия – это как видят союзники. То есть либо США – американцы, либо советские войска, которые подвигаются с востока на запад, и с ними идут военные фотографы, которые фотографируют подвижение советских войск. Это три разных точки зрения о том, что происходит во время Холокоста. Казалось бы, фотография – штука абсолютно объективная. То есть человек снимает то, что он видит. Как может быть три разные точки зрения? Фотография, как раз, совершенно необъективная. Всегда надо знать контекст фотографии. Фотография немая, интерпретирует ее контекст, как и кем она сделана. Поэтому всегда важно знать контекст фотографии. Без нее очень сложно прочитать фотографию. Если мы даем фотографию как на текст, мы всегда должны знать контекст этого текста. Ну и чем же отличаются вот эти три точки зрения, о которых вы упомянули? Я могу показать несколько примеров фотографий. Я обратил внимание, что вы работаете в перчатках. То есть это обязательные условия работы с профильными документами? Да, обязательно. Я понимаю, что HD фотография лежит тоже отдельно в отдельном конверте. Это специальные конверты, которые сохраняют целостность фотографий на долгое время. Вообще фотографии мы храним в особой комнате, где существует определенное климатическое условие. В фотоархиве мы ощущаем, что здесь постоянно температура поддерживается. Здесь достаточно прохладно. В комнате где конец фотографий там еще около 4 градусов. Мы там работаем в куртках. Потому что сейчас снаружи в Иерусалиме где-то плюс 34, плюс 33 градуса. Фотоархив это лучшее место летом в Ядвашиме. Так, что за фотография вы показываете? Вот эта фотография. Это город Керчь. Город Керчь. Что там? Значит, это уже освобождение. Керчь был оккупирован немецкими войсками в ноябре 1941 года. И был освобожден советскими войсками 30 декабря 1941 года. Потом был оккупирован опять немцем. Но это фотографируют как раз после того, как советские войска первого раза освободили город Керчь. То есть это на самом деле первые фотографии свидетельства о Холокосте. С точки зрения людей, которые освобождают оккупированные... То есть это взгляд освободителей. Освобождители. Притом это... Если более привычный взгляд освободителей это уже там 44-45 год, то этот взгляд освободителей это уже 41-й год. Это первая вот зона, которая освобождается. Еще 41-й год. Да. Самое начало. Мил еще вообще не знал о Холокосте. Мил еще... Еще даже, собственно, не используется термин Холокост практически. И вот первые такие фотографии освобождения. Их фотографирует группа советских фотографов. Фотографов, которые прибывают в зону, в которой советские войска освобождают. С легким блокнотом, как говорится. Ну да, почти. Часть из них фотографии евреи. Сохранились и сохранились фамилии авторов. Да, да, да. И мы не знаем точно, кто из какой фотографии сделал, но было три-четыре фотографа, которые побывают вместе с советскими войсками. Например, Евгений Хальдей и Бальтер Манс тоже. Они вместе идут с советскими войсками. Вот тоже в Керчи в 41-м году и фотографируют эти фотографии. Вот это вот первое свидетельство о том, что происходит о Холокосте, на самом деле. Визуальное свидетельство. Потому что у нас есть немножко фотографии, которые начинают фотографировать немцы о процессе уничтожения евреев. Но очень быстро исходит директива немецкого руководства о прекращении, о запрещении того, чтобы немцы фотографировали. Скорее всего, не очень эту директиву слушают, потому что она повторяется. Немцы считаются весьма законопослушными. Ну, это такой миф, который, как оказывается, историю Второй мировой войны очень хорошо развенчивает. Потому что, во-первых, немцы не сильно законопослушны, а во-вторых, очень сильно не организованы. Сторой Холокоста происходит в довольно большом хаосе. И немецком тоже, бюрократическом. Мать, а вот эти фотографии, они были сразу опубликованы? Да, значит, часть из этих фотографий действительно публикуются в начале 1942 года в Огоньке. И что интересно, на одной из этих фотографий написано, что женщина по имени Терещенко оплакивает своего погибшего мужа Когана. И советскому писателю довольно понятно, что происходит. То есть, что Терещенко, это украинская фамилия, она выжила. А человек по имени Терещенко Коган, еврейская фамилия, он мед. Но после этого эта фотография больше не публикуется никогда с этой подписью. Потому что это связано с рецепцией Холокостной территории Советского Союза. То, что Советский Союз не признавал... Я считала, что уничтожались советские граждане. Не было такого акцента, что уничтожались в первую очередь именно граждане еврейские граждане. Да, как раз в первой стадии Холокостной территории Советского Союза иногда это подсказывалось. Что именно евреи, это те, кто уничтожаются немцами, целенаправлены именно евреи. Вот как раз фотографии с Керчи, это не именно эта фотография, но просто это череда этих фотографий. Есть еще, наверное, покажите какие-то? Нет, тут у нас есть... Те же что-то, да. У нас, да, не все принадлежат Эдвашему. Сейчас эти фотографии с Керчи, они принадлежат Гарфу. Поэтому у нас не все можно показать. Но у нас вот этот пример просто, они выглядят очень похожи. То есть это груда трупов, но мы видим, что женщина, которая оплакивает эти трупы. То есть зритель может эмоционально находиться в контакте в этой фотографии. Потому что может себе представить женщина, которая плачет о погибшем мужа, сыне и родственнике и тому подобное. В отличие от фотографий конца войны, которую уже создают союзники, где мы будем смотреть, видеть, например, солдат, которые смотрят просто на груду трупов. Но мы понимаем, что нет какого-то личного эмоционального контакта с этими фотографиями. Потому что люди, которые фотографируют, и те, которые находятся возле груду трупов, не знают этих людей. То есть это первый элемент разного взгляда? Да, я могу показать просто, что имею в виду. Каждая фотография, конечно, в отдельном конверте. Пока вы ищите буквально несколько слов, а как попадают вам эти фотоматериалы, где вы их находите? Значит, часть фотографий попала нам в раннюю стадию. В начале 60-х, 70-х годов начинают попадать фотографии. Часто они присутствуют, например, в всяких обычных юридических делах. Они прилагаются к делу как вещественные доказательства Холокоста. Собственно, фотографии, которые фотографируют союзники при освобождении лагерей в 1944-1945 году, они их фотографируют из двух целей. Во-первых, создать юридический документ преступления нацистов. Во-вторых, они начинают процесс, как они называют, выбивание нацистской заразы из немцев. Они представляют немцев ходить в кинозалы и смотреть кинохронику. То есть вся элита Голливуда... Перевоспитание. Да, вся элита Голливуда с 1945 года ездит вместе с американскими войсками, освобождает лагеря. Ичкок, Билли Уайльдер, знаменитого режиссера или оператора этого имени. Они идут вместе с американскими войсками, освобождают лагеря и фотографируют это. И это потом крутят в кинотеатрах и заставляют немцев ходить в кинотеатры и смотреть тот ужас, который они только что натворили. Вот, например, эта фотография. Это делают тоже союзники. Это американские фотографии. Освобождение лагерей, это... В Ухсен-Вайт, скорее всего. Видите груду трупов. То есть... Эта фотография, это чей взгляд? Это взгляд американцев. А, это уже союзники? Это союзники, да. Да, да. Это взгляд союзник. Просто обратите внимание на разницу. Мы не верим на этой фотографии, там, человек, кто оплакивает эти трупы. Потому что никто их, на самом деле, этих людей не знает. Они для него безымянны. Это люди, которые депортированы с разных... Это объективное фиксирование реальности. Они, да, но они депортированы... Эти люди, которые были депортированы с разных частей Европы. И уничтожены далеко от своего дома. В отличие от большинства евреев Советского Союза, которые уничтожаются у себя под домом. Поэтому люди, которые их знают, находят, идентифицируют эти трупы и заплакивают их уже на месте. То есть это эмоциональный взгляд солдат-освободителей. Да. Которые смотрят, да, они потрясены. Это ужас, это страшно. Они не понимают, как это происходит. Но, тем не менее, они не знают этих людей. Поэтому у них это, ну, скажем так, реакция, просто реакция здорового, психически здорового человека на вот эти зверства, которые они видят. Я даже думаю, это больше, чем у солдат. Я думаю, это у зрителя сегодняшнего дня тоже. Потому что, когда мы видим, что человек плачет над трупом, мы имеем у него больше эмоционального контакта. Потому что мы можем себе представить, нас в такой похожей ситуации. Но нам хочется тоже себя представить. Пытаемся. Ну, да. Представление – это вообще всегда попытка. Но нам намного сложнее себя представить на ситуации, когда мы видим просто горы трупов. Потому что это что-то, что вообще никак не связано с нашим повседневным миром. Вот это вот пример отличия взглядов о Холокосте от союзников, который создается в начале на Советском Союзе, а потом практически исчезает. Потому что в Советском Союзе, опять же, так как не признают Холокост как отдельное происшествие, то этот взгляд тоже почти меняется. И упоминание, что фотография освобождения – это именно ИВЭИ, которые уничтожены, исчезает из советской прессы. Вы знаете, несколько лет назад мы были с делегацией журналистов на компрессе в Минске, и нас там привели в музей, в центральный музей «Отечественной войны» называется. Потрясающе, очень интересный музей. И нас поразил факт, нас, так сказать, журналистов из Израиля, остальные не обратили на это внимание, нас поразило, что там до сих пор все объявления, все стенды, где написано «Уничтожение советских граждан». Именно так и написано «Уничтожение советских граждан». То есть слово «Холокост» там не присутствует. Мы несколько раз спрашивали, нас, наконец, проводили там какой-то дальний угол, где было указано об уничтожении именно еврейских местечек. А так везде было, вот как в советские годы, там, в 60-е, 70-е писали и говорили, что уничтожены советские граждане. Все, никакой акцент не проставлен на этом. Да-да, в Беларуси это больше появляется на территории Украины и России. Да, больше создаются мемориалы, где пишется, что именно здесь были уничтожены евреи. Память о Холокосте довольно устойчивая. Ну и третий взгляд. Нет, у нас тут нету фотографий. Я хочу еще показать пример отличия Холокоста на территории Советского Союза. Потому что вот, например, вот эта вот фотография, она называется «Последний еврей города Винницы». Города Винницы? Да. Значит, почему она так называется? Потому что ее нашли в 1945 году в альбоме, которому прилежал немецкому офицеру, и он ее просто так написал. Конечно, может быть, что это не последний еврей города Винницы, но он так… Это нарратив понятия. Да, нарратив понятия. Но что мы видим на этой фотографии? Интересно, как она сделана. То есть предполагается это между 1941 и 1943 годом. Точно не знаем. Ну, скорее всего, наверное, 1941 год. Потому что к 1943 году уже почти не оставалось военной территории Винницы. Но тут посмотрите, как происходит процесс расстрела. То есть происходит как такое шоу. То есть стоит офицер, небежим движением руки, держит пистолет, одна рука в кармане, стреляет в вивре на пороге расстрельной ямы, а вокруг стоят солдаты свободно от службы во время, и приходят посмотреть на вот это вот… Для них это уже шоу. То есть приходят просто на это посмотреть, как… Стоят сидят на краю ямы, да? Они стоят вокруг и смотрят. Просто на расстрелы людей. То есть происходит такая банализация уничтожения. Жуткие кадры, конечно. Да, ну и даже вот чёрный танкист, который вообще не должен здесь находиться, офицеры, самозависимые сайзенс-группы, которые занимаются уничтожением. Вот это вот тоже отличие, например, уничтожения ИВФ на территории Винницы. Советского Союза и уничтожение ИВФ в других частей его. Первый взгляд – это сопереживание, соучастие как бы в горе. Второй взгляд – это взгляд освободителей, объективный, тоже в какой-то степени эмоциональный, но не настолько. И третий – это взгляд как уничтожение, холокост, расстрелы, как шоу, на которое приходят посмотреть. Наверное, не все фотографии, снятые немцами, были такие. То есть это явно фотография, которая позирует, этот офицер позирует, он позирует на камеру. Да, он позирует героем. Были другого типа фотографий? Да, есть альбом, это альбом с Варшавского гетто, который делает немецкий солдат, который служил в авиации. Вообще, Варшавское гетто – это перевалочный пункт немцев по дороге на Восточный фонд. Они гуляют по Варшавскому гетто немножко как в зоопарке. Для них это немножко как в зоопарке. Можно посмотреть, как он называет этот альбом. Он называет «Варшавское гетто – культурный документ для Адольфа Гитлера». Он посвящает этот альбом Адольфу Гитлеру. И у него тоже свой нарратив, как он его выстраивает. То есть он начинает его с фотографии Гитлера, его прибытия в Варшаву. Секунду. Возьму его. Его прибытие Гитлера в Варшаву. Вот череда фотографий. Они хорошо сохранились. Да, ну конечно. Если фотографии правильно храни, то они могут храниться хорошо и долго. А вообще культура фотографий в Германии очень… Очень качественные материалы, реактивы. Да, они очень распространены. И вот начинаются фотографии Варшавского гетто. Обратите внимание, что люди смотрят на фотографа. Он заставляет их на себя смотреть. Даже если не обязательно он их зовет себе, но он притягивает себе внимание. Он какой-то чуждый элемент, который находится в их подстанции. И он немножко путешествует, как такое апологическое путешествие. Потому что вы видите, сейчас фотографий сделать, например, две машины. Времени зяк ездить на машине в Варшавском гетто. А он ездит на машине и фотографирует из окна машины. Это съемка сафари. Да, сафари. И очень важно. Потому что это, к сожалению, небольшая победа нацистов. Потому что эти фотографии довольно много визуальных артефактов с Варшавского гетто. Потому что, опять же, немецкие солдаты любили по нему путешествовать и фотографировать. Эти кадры есть и кинохроника. Она воспроизводится и сегодня в документальных фильмах, и в художественных произведениях. Но это мы часто забываем сказать, что это взгляд немцев. Это как немцы хотели видеть, как еврей живут в гетто. И что мы видим на этих фотографиях? Мы часто здесь будем видеть, вот как на этой низкой фотографии внизу, человек, умирающего с голода, лежащего на улице в каком-то плохом физическом состоянии. И люди походят и на него не обращают внимания. Это так немцы хотят верить и вы. И вы якобы не заботятся о своих близких, им неважно голодающие люди, им неважно о своих близких. Но это взгляд немцев на евреев. Это важно помнить. Это как немцы хотят верить евреев. Мы видим, что они очень много фотографируют, например, торговцев. Что евреев занимаются торговлей, а не работой. У нас есть документальный фильм, который немцы снимают, папагандистский фильм в других гетто, где они как раз много уделяют внимания тому, что они заставляют евреев работать. Потому что с немецкой точки зрения евреев это не рабочий элемент. Они паразитируют на других обществах и не работают. И вот как раз поэтому с точки зрения немцев гетто это идеальное место для евреев, потому что наконец-то их место, где их заставляют работать. Вот на этой фотографии с памятью детей сидят, а над ними это, кстати, вывески с еврейского театра. В Варшатском гетто функционируют пять еврейских театров. Это что-то, что немцы не будут фотографировать. Они не будут фотографировать еврейские театры. Ивреев в Варшатском гетто, да, будут фотографировать еврейские театры. То есть отличие от взгляда, что немцы хотят видеть и что евреев хотят видеть. Потому что еврейские театры это важный элемент жизни Ивреев в Варшатском гетто. То есть надо на весь ужас хотя бы начать с день не думать только о следующем кусочке хлеба, а идти в какой-то мир, грез и подумать о чем-то другом. Поэтому это очень интересные фотографии. Опять же мы видим, что часто идет фиксация на людей, например, какие-то коллег или душевно больных. Потому что, опять же, немцы так... Они полноценно. Вот он доказательств. Культурный документ Альдофу Гитлеру надо показать. Опять же, он не отправляет его Альдофу Гитлеру, но он отправляет его, например, себе домой. И часто действительно немцы отправляют такие фотографии себе домой. Просто интересно, что отправляют себе домой немцы. А вот тут в конце есть фотографии, как живут немцы. И обратите внимание на разницу, как культурно якобы живут немцы и как некультурно живут ивреи. Вот красиво ухоженные немецкие дома. Это просто он фотографирует жизнь своей военной части. Ну, то есть это же называется «Почувствуйте разницу». Да, да, да. Альбом это только касается Варшавского гетто или были другие альбомы, которые посвящены были, ну, я не знаю, Ассоянсу или какому-то другому ладжеру? Есть у нас очень, наверное, самый важный визуальный артефакт, который у нас есть, это альбом «Освенцин». Он так и называется. Я скажу сразу, что это реплика. Ну, идеально сделано, потому что так как он довольно важный артефакт, мы стараемся его не выставлять. Его делали немцы. Значит, хотя на самом деле в конституционных лагерях запрещено было фотографировать, но это фотографии, которые делали два немецких офицера. они это делали как какой-то доклад. Мы точно не знаем, доклад, кому он был сделан. Но я, перед тем, как рассказать о альбоме, я немножко расскажу предисловик, как он попадает вообще в Ядвашен. Как его нам рассказывала женщина, которая нам его дала. Ее звали Лилия Яков. Она была узницей от Свенсена, с Венгрии. Она туда попала в большинство еврееве в Венгрии весной 44-го года. Но ее потом депортировали в другой рабочий лагерь в Германии. И она работала в этом лагере и уже перед освобождением заболела ТИФом. И когда в апреле освобождают лагерь американцы, она в очень плохом физическом состоянии. Ее кладут в комнату, которая до этого принадлежала немецким офицерам. И у нее идет спать на кровати и видит в кровати тумбочка. Она просто нашла случайно. Да, она хочет достать одеяло, достает одеяло и видит альбом. Открывает альбом и видит фотографии знакомых людей. Оказывается, что это депортация людей из ее местечка в Венгрии. Май-июнь 44-го года. Фотографируют два немецких офицера. Это практически единственные визуальные артефакты, которые у нас есть с самого Освенсена. То есть это май-июнь 44-го года. Мы можем довольно много понять по этим фотографиям. Во-первых, это евреи из Венгрии. Они ехали, скорее всего, в течение двух дней в поезде по Освенсене. Выходят с эшелона, и мы сразу видим, что это люди традиционные. То есть это традиционное общество, какое-то еврейское местечко. Женщины-мужчины с покрытыми... Они одеты, традиционные... Да, они где-то с еврейской одеждой, с покрытыми головами. Видите, что они все обозначены звездой, обознательным знакомом. Насколько люди не знают, куда они прибыли, мы можем видеть вот по... Я пытаюсь показать... По правой верхней фотографии, обратите внимание на двух женщин сзади, которые улыбаются фотографу. Ну, обычная реакция человека, когда фотографируют, но, скорее всего, он не осознает, где он находится. Потому что депортации часто происходили с процессом обмана. Люди совершенно дезорганизованы и не знают, куда они прибывают. Дальше в Освенцине пришел процесс селекции. В Освенцине, в отличие, например, от заводов смерти, как Студлинкос и Виволбельдзис, где прибывших посылали сразу на уничтожение, в Освенцине людей посылали и на работу тоже, не только на уничтожение. Вот тут мы видим процесс селекции, то ставят мужчин и женщин в разные ряды, и доктор, ну, немецкий доктор, бегаем с рядом на человека, смотрит на него, говорит направо-налево, собственно, это сразу решает его судьбу. Там направо сразу уничтожение, налево на работу, есть небольшой шанс у этого человека выжить, может быть, в Освенцине. Опять же, тут тоже, эти фотографии тоже очень связаны с тем, как нацисты видят, как немцы видят ИВФ. Тут тоже очень большое, много фотографий именно ИВФ, коллег или ИВФ, которые видят, что человек душевно больной, что-то такое, потому что немцы хотят видеть так ИВФ, и фотографируют то, что они хотят видеть. А есть какая-то, ну, про этот альбом можно говорить, конечно, бесконечно, к сожалению, наше время не безграничное. Скажите, а вот есть какая-то особенность подачи фотографий, специфики фотографий, связанных с колокостом, на территории СССР? Что мы идти ведут, как подача? Ну, специфика фотографий на территории СССР. Чем они отличались? А, ну, да, во-первых, они отличаются, например, от фотографий союзников. То есть, на сравнении с ними, например, у советских солдат не было почти личных фотоаппаратов. То есть, почти всех. Личных их не было вообще? Ну, были, потому что были трофейные, были фотоаппараты, но, скажем, такие личные фотоаппараты были, много больше, что у союзников. И фотографии, например, освобождения, которые делают союзники, они часто их используют. То есть, они меняются даже. Фотографии, они их очень, очень много распространяют между собой. Почти все фотографии уже, вот, когда советские войска наступают, с 44-го года заходят, собственно, в область освобождают лагеря, то это фотографии, которые делают официальные фотогументалисты советской армии. Например, освобождение от Венсена, которого освобождают... Я правильно понимаю, вот первая фотография, с которой мы начали, собственно, сегодняшний рассказ, это были в 43-й год, да? С 41-го года. То есть, это вообще, скажем так, спонтанный взгляд. То есть, еще не выработалась, скажем так, официальная точка зрения, официальная версия того, что происходит. Да-да-да. А потом эта версия, как бы, уже есть, и тогда все официальные снимки, они уже как бы делаются в определенном контексте. В определенном контексте. У нас тоже есть это пример. Это, например, Освенцена освобождают... Советские войска освобождают 27-го января 45-го года, но в части, которую освобождают, у них нет никакого фотографа с собой. Только через несколько дней приезжает группа фото-документалистов, которые запечатляют освобождение Освенцена, но создают фильм. Но это постановочный фильм. Потому что, если вы видели... Я думаю, многие видели «Кинохронику освобождения Освенцена». Это поделанное. «Кинохроник» просто. Узников загнали опять в Освенцен, закрыли ворота, и советские войска открывают ворота, якобы освобождают Узникова Освенцена. Это уже после освобождения. Этот фильм даже его разрезали на кадры, иногда они тоже появляются как будто фотографии освобождения Освенцена. Так как фотографии нету, это просто кадры, которые вырезаны из этого фильма, постановочного фильма «Освобождение Освенцена», который советские войска делают. Матя, спасибо большое. Спасибо вам. Я понимаю, что эта тема не исчерпаема. Действительно, можно еще и еще говорить об этом. Это уникальные фотографии, которые запечатлели кусок жизни. Точнее, наверное, будет сказать, запечатлели кусок смерти. Матя Фрэнкельзон, сотрудник фотоархива Яд Вашем. Спасибо большое. Спасибо вам. А наша программа, дорогие друзья, подходит к концу. Программа «Неизвестный Холокост». Делаю сегодня я, Александр Гуралье. Всего доброго. И помните, как это было. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова